В Славянске-на-Кубани прошел муниципальный этап Спартакеады до призывной молодежи Краснодарского края. Торжественный митинг, посвященный открытию Спартакеады, состоялся на территории Славянской автошколы ДОСААФ России. Там же прошли и сами соревнования. В Спартакеаде приняли участие 10 команд из школ и учреждений среднего профессионального образования. Участники Спартакеады в этот день продемонстрировали свои навыки в семи видах состязаний – разборки и сборки автомата, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, беге на 100 метров, метании гранаты на дальность, прыжке с места и комплексной военизированной эстафете. «Самая главная цель – это подготовка юношей к службе вооруженных сил РФ. Почему? Потому что здесь очень много видов военно-прикладных, которые им пригодятся для службы в армии. Ну и повышение своей физической подготовленности каждого подростка. Это занятость, потому что они занимаются в школах, готовятся к соревнованиям, поэтому они лишний раз на улицу не выйдут». В Спартакеаде принял участие Руслан Марушко, учащийся 28-й школы Станицы Анастасиевской. Для него эти соревнования – как краткий курс молодого бойца, который необходимо пройти каждому парню. «Я поступаю в высшее военное училище в городе Ярославль. Мне это всё пригодится дальше. Поэтому опыт будет. Там мне всё это сдавать. Поэтому это интересно, считаю. И молодёжи это нужно». Среди участников соревнований были те, кто переживает за будущее своей страны и считает, что нынешнее поколение парней должны учиться навыкам военной подготовки сегодня, чтобы суметь защитить свою родину завтра. «Это нравственная физическая подготовка для жизни в будущем. Для каждого мужчины главное – быть настоящим защитником Отечества. Патриотизм присутствует в этих соревнованиях. Для меня главное не победить, главное – саморазвитие. И если каждый мужчина будет в достаточно юном возрасте начинать с этого, то защитников и патриотизм возрастет». По итогам «Спартакеады» лучший результат показала команда школы номер 18, на втором месте – школа номер 29, на третьем – допризывники из 28-й школы. Среди команд среднего профессионального образования «Золото» взяла команда Славинского электротехнологического техникума. Победителям муниципального этапа предстоит защитить честь района в зональных соревнованиях, которые состоятся 20 апреля в городе Крымске. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».